всем добрый день сегодня с вами достаточно такое продолжительное будет путешествие с маленькими перерывчиками прогуляемся вдоль железнодорожного полотна вот отсюда от победы 279 вот это большое большое красивое здание и я так думаю что до пляжа пионерский совершим маленький остановочка непосредственно на пляже армянском ему будет посвящен отдельный ролик наверное какой-то поезд едет запоздала из последнего окошка там посыпаются горошки скорее всего почему-то мне кажется москва хотя не уверен успею рассмотреть скажу не успею саратов все равно сказал он часто попадается на моем пути как это достаточно длинный составчик и как правило в это время когда он проходит я гуляю перерывы между утренним обзором и дневними 11 катухов сейчас ну что проводили саратовский недалеко сейчас на станцию лазовской отправляемся вдоль железнодорожного полотна просто прогулочка ничего такого сверхъестественного я вам конечно же не покажу я даже боюсь что людей там вам особо не покажу и прогуляться прогуляемся тем более сегодня денек такой погожий тепло достаточно хорошо плюс 24 градуса хотя хотя мы знали ждали с вами побольше но на сей моменту так вот 24 с половиной типа так ветра особо нет ну и солнце право глаз ярко не светит вместо криков детей наблюдаю чаек в этом уселись на волнорезах и сидят себе тропинка в сторону янтаря ну и пожалуй здесь я сделаю первое прерывание я не знаю в каком порядке опять же пойдут эти ролики мы сейчас вами отправимся на пляж армянский здесь я приду сюда и вернусь и начнем продолжим ролик точнее друзья с этого же места мы продолжаем наше путешествие направляемся в сторону пионерского как я уже говорил будет ролик отдельно про пляж армянский единственное что хочу по нему сейчас сказать что он очень очень нуждается в гостях которые как сказать не то чтобы не ленивые муж культурные люди не знаю ну те которые за собой просто свой мусор выносят не куда-нибудь в ближайшую посадку а до ближайшего мусорного бака хотя и понимаю что мусорный бак здесь то уж но очень далеко очень-очень ладно идемте дальше отсюда видно даже кораблики так которые в районе туапсе вот буквально до них рукой подать но по факту если ехать на машине это минут 40 50 точно зависит от дороги конечно от реверсов ну и вообще от попутчиков так как некоторые попутчики прям но очень медленно порой едут ну и классная ходе съемок роликов о пляже я обратил внимание прям вообще красивая теплая дышит просто теплом на улице комфортно пока еще все зеленая я так думаю что зеленая будет до конца октября уж точно а там уже в ноябре ну сами понимаете всяко бывает если не всяко бывает как как должно быть так и будет присматриваясь к тропинка мы думаем может быть не сегодня совершить какую-нибудь очередной подвиг пройтись по тропе смерти как я это называю обратите внимание вон там эти белый мешок наверняка его сделали местные жители для того чтобы вы просто выкидывали мусор хотя бы туда потом отнесут я думаю так многие же переживаю за свой за место где живешь обидно но я тихая блин еще недавно были дождики было прохладно а сейчас вот хотя утром и вечером все равно прохладно уже пора такая настала как-то я читал в комментариях человек сказал что он сказал вот каком-то году было так хорошо жарко ребята я напоминаю что раньше было на болото раньше было в августе конца августа мы уже ощущали холодные вечера очень даже прохладные прохладное утро так что это мнение я думаю что ошибочно вы какой дитвин что-ли выпрыгнул на поддержание разговора показался сейчас вроде ни котиров нету никого никто их не пугает хотя их напугай попробую еще ну вы узнаете эту тропинку я как-то здесь по ней ходил вилла плаза на самый верх добирался здание хорошая большущая гостиница со своей кафешкой там внутри бассейн есть на территории лесенка своя индивидуальная участная территория все там закрыта на сей момент не ну конечно можно перелезть но перелезете вы попадете на территорию домоводения а там уже нельзя шариться какая водичка прозрачная прям прям отсюда видно да камешек каждый намахнулся обратите внимание смотрите под ноги как я не знаю вырезать этот фрагмент или нет вот как-то так вот камни просто под ногой ушли и вот я мог туда улететь прямом смысле этого слова даже не знаю мама будет ругаться так что смотрите под ноги практически смертельный крюк трюк а не крюк вроде бы шел так по тропинке никого не трогал вот как бывает как теперь идти по тропе смерти тут уж не дойдешь ах какая вода так и хочется ближе к краю подойти показать вам вообще прям прозрачность повышенная придется наверно кружок дать большой конечно чтобы показать вам эту прозрачную водичку либо сделать какой-нибудь коротенький short ролик сейчас так модно делать short ролики и кстати просматривают даже лучше чем полноценные вот эти вот мои гуляния но если будет там возможность пройти слышу сзади голос из прекрасного далека походу какой-то локомотив сейчас в районе пляжа дельфин я туда не пропаду можно столько поет по воде идти тут ветер тут все закрыто просто да нет да едет едет какой-то состав сзади а перед нами уже прям практически перед носом пляж пионерский наверно по него тоже будет отдельная история отдельный ролик чё поезд будем ждать нет или нужно смотрели 100 поездов знаете как они выглядят это медленно он уйдет так ну давайте наверно дождемся этого состава и закончим этот ролик и пойду я смотреть что там происходит на пляж армянский судя по всему я не единственная кто будет на пляже армянский вон еще три женщины идут сюда также сверху а я обратно пойду этой тропой смерть его точно он далековато еще далековато да что ж ты так медленно отойдешь то у меня шпленка кончится не дождусь я наверное его такое ощущение что он где-то там потерялся а не он выезжает из-за угла ну судя по всему будет три туристки на пляже еще вместе со мной пока покажу вам море вот этот вот вот это строение которое если честно когда проезжал помню в детстве едешь вот как только увидишь то все считаешь что ты уже в лазаревской потом взгляд потихонечку переводился уже со стороны моря на улицу лазарева и там мы наблюдали как правило гостиницу санта барбара но это было уже последние времена конечно же нашел какую-то спицу нужная вещь в быту что он так долго это едет а я бы уже сам бы доехал до москвы обещал же вам дождаться поезда на свою голову то выходит солнышко сейчас как раз пройдусь тропой смерти в очередном ролике а потом пойдем на море поеду точнее домой снимать дневной обзор то ли он из-за того что там вот эти вот опасный достаточно участочек в районе пляжа фламинго то ли я не знаю чего он так еле еле едет может у него уголь закончился а в топку нечего закидывать то не экономит шучу а то сейчас кто-нибудь наверняка скажет что это не паровоз это тепловоз а это наверняка не тепловоз или электровоз да рентинг конечно у этого ролика будет ужасно так как полчаса показываю какую-то фигню картинка не меняется ну не могу еще ехать еще метров 300 наверно ну если что вырежу хотя нет вряд ли я буду вырезать мне будет лень ну что там остановился что ли такое впечатление что он остановился реально ребята блин так похоже наверное так и есть вероятнее всего сейчас какая-нибудь электричка отсюда проедет ну его нафиг надоело ждать все всем пока пошел я на пионерский снимать и и и Продолжение следует...